Будущее для меня это не то, что мы строим сегодня. Это то, что дает нам возможность выбирать, что сегодня делать. В том море проблем, которые возникают, выбирать приоритетные. Поэтому я жду от форсайта теплохода не просто представление о будущем, а фактически набора критериев для сегодняшнего действия. Если мы представляем будущее как сообщество, будущее страны, как сообщество свободных людей, то тогда это не значит, что я сегодня же должен специальные какие-то вот такие меры по освобождению принимать. Но это становится критерием, с которым я отношусь к выбору сегодняшнего действия. Меня спрашивали по поводу ЕГЭ. И сейчас у нас стоит фактически такой выбор. Говорят, что еще выбор отказаться от ЕГЭ вообще. Для меня шаги назад не является серьезным выбором. А выбор серьезный такой, либо мы усиливаем контроль, либо мы заводим, передаем проведение ЕГЭ Федеральной службе безопасности, либо мы начинаем проводить работу с обществом, убеждать учеников и учителей и родителей, что это в их интересах. Чтобы это было честным. Мы делаем процесс сдачи ЕГЭ и подготовки и рассылки всех материалов существенно более прозрачным для общества. И вот когда я начинаю и когда я делаю выбор здесь, а мне надо решить куда мне деньги направить. Организовать большую кампанию или милиционеров набрать. то здесь образ будущего позволяет мне сделать правильный выбор. Поэтому форсайт для меня нужен не как проект, который я реализую, а как пробный камень, как критерий, по которому я могу строить сегодняшнее действие. Мне бы не удалось обсуждать будущее с фундаменталистами и жесткими консерваторами, которые видят перспективу исключительно в истории. В этом смысле некоторые общие ценности, такая как идея прогресса, например, они должны быть. Но дальше очень важно, чтобы не было единомыслия. Потому что если оно будет, то мы не придумаем вариантов будущего. А у него есть варианты. И тогда мы не придумаем вариантов пути туда.